Реализуется это обычно следующим образом. Для проверки на устойчивость нам надо разделить нашу выборку на две части. Выборка обучающая и выборка экспериментальная. Вероятностным образом. Для этого мы создаем вероятностную переменную. Обычно ее называют RAND. На списке это следующим образом реализуется NLIS. Трансформ. ComputeVariable. Справа мы находим группу функций случайных распределений. Берем распределение Bernoulli, ставим вероятность 0.5, чтобы поровну разделить. И запускаем. В моем случае получилась вот такая вероятностная переменная. Почти поровну разделились значения. Дальше запускаем снова логистическую регрессию. И помещаем переменную RAND в окошко SelectionVariable. Здесь можно задать RAND равно 1 или RAND равно 0. Это не принципиально. Что у нас будет обучающей выборкой, что будет экспериментальной выборкой. Сюда мы помещаем все наши кредикторы. Также заходим в Options для того, чтобы выставить число итераций 1000, поскольку иногда логистической регрессии не хватает выставленных по умолчанию 20 итераций. Следует отметить, что в отличие от линейной регрессии, логистическая основана не на методе наименьших квадратов, а на методе максимального правдоподобия. Это принципиально другой метод, даже не метод, а класс методов. Это итеративные методы. Поэтому нужно следить, чтобы число итераций было достаточным. Как узнать, достаточно или нет, покажу чуть дальше. Continue. Кстати, здесь, видите, могу только 999 поставить, но в синтаксе я могу поставить большее число. И обязательно сохранить остатки, нестандартизованные и стюренизованные. Continue. Запустил. Что я вижу? Я вижу в блоке 1, что мне потребовалось всего 43 итерации. 43 меньше, чем 999, но больше, чем 20. О чем я и говорил, 20 могло бы не хватить. И не хватило бы. И вот таблица, которая показывает на обучающей и экспериментальной выборке качество модели. На экспериментальной качество ниже, но тем не менее, выше, чем 50% по ненаполненной категории. Думаю, это можно счесть достаточным уровнем устойчивости.